Ребята, всем доброе утро. Я уже успела с утра сделать небольшую такую тренировочку, потом посидела, записала все свои мысли, которые мне нужно было собрать в кучу и заодно съела свои фрукты, которые уже начали чуть-чуть портиться, потому что всю неделю они лежали дома и я их не ела, потому что я... Меня не бывает долго на неделе. Вот, а сейчас я сделаю себе свой любимый завтрак выходного дня. Покажу вам. Это яичница. Я всегда по выходным люблю завтракать по-королевски. Обязательно яичница или яйцо, или омлет с беконом, бутерброды. У меня здесь авокадо. Давайте я подниму, покажу. Авокадо, такая ветчина. Здесь я еще люблю такую... По-шведски называется авокадо-макка. Это как... Ну да, бутерброд с авокадо. Я посыпала сверху семенами сезама, свекольный хумус, лук, помидоры. Я обожаю все сервировать красиво. Чай, мой любимый чай, кстати, черный и гранатовый вместе. Я смешиваю обычно несколько чаев. Сейчас включу что-нибудь вдохновляющее и буду смотреть за завтраком. Последнее время подсела на разговор Ирины Хакамады. Обожаю ее. Она такая классная. Я уже вам, по-моему, говорила об этом. Вот. И потом мне нужно будет поделать некоторые дела дома и вечером поеду за продуктами в магазин. Так что покажу вам, наверное, что я купила. Кстати, ребята, я тут после завтрака обычно стою за столом работать и для Ютуба что-то делать, да? И сейчас я нашла на Пинтересте очень много классных картинок. Это прям вот тот стиль, наверное, который мне близок в визуальном смысле в этом году, в этом месяце, может быть, потому что, я не знаю, все так часто меняется в моей жизни. Мне очень-очень нравится. Смотрите, какая красота. Это все так как-то... Очень много зелени, очень много природы, такие всякие материалы. Натуральные, женственность, вот эта вот легкость какая-то такая. Вот этот фасон платья я обожаю, когда он такой с запахом и юбка ниже колена, сумки холщовые, корзинки. Мне кажется, это все так красиво. Я вообще очень люблю юбки и платья, женственный стиль, и меня прямо очень-очень вдохновляет все, что я здесь сейчас вижу. И мне очень нравится, знаете, вот по воскресеньям утром или в субботу утром просто вот такое уютное утро провести, сидеть, рассматривать красивые картинки, готовить новые видео к Ютубу. Вот сейчас я, например, смотрю здесь такое вдохновение всякое в журнале, некоторые идейки беру для видео. И вот параллельно у меня здесь Пинтерест, чаек мой любимый. Книжка, кстати, мы с Марго в подкасте разыгрывали вот эту книгу однажды, одна привычка в неделю изменить себя за год. Вот, а так у меня здесь небольшой такой беспорядочек на столе, но я сейчас займусь тем, чтобы все это использовать и буду читать. Кстати, очень-очень красивая локация. Сегодня не сделала еще пока маникюр, я сегодня отдыхаю от всего, очистила ногти от лака. Кстати, кто-то меня спрашивал, делаю ли я маникюр сама. Да, я всегда делаю маникюр сама. Может, это немножко странно, но я никогда в жизни не ходила на маникюр в какой-то салон, потому что мне просто неприятно от мысли, что кто-то будет трогать мои ногти, подпиливать их. И, ну, не знаю, мне как-то... Вот с педикюром окей, на педикюре ходила, и педикюр мне нравится делать в салоне, но маникюр я вот прям не могу своей руки доверить никому и ухаживаю за ними исключительно сама. У меня дома есть всякие разные средства, там всякие кремы и какие-то куча лаков для ногтей, и для меня это такой фан, и я люблю на самом деле делать маникюр себе. Меняю лак 2-3 раза в неделю в зависимости от того, насколько он стойкий, вот. Ребята, я решила вам сегодня рассказать, что в моей продуктовой тележке, в прямом смысле этого слова, потому что я хожу в магазин с тележкой, чтобы не таскать тяжести на себе. Вот так выглядит моя тележка в набитом состоянии, весит она уж я не знаю, сколько килограмм, но довольно-таки тяжело было ее везти обратно домой. Купила я ее в шведском магазине Руси, да, если кому-то интересный стол, она примерно, наверное, где-то 10-12 евро, я даже не помню. Так, ну что, поехали. Сейчас я купила много беды, и, наверное, надеюсь, что этого хватит на 2 недели. Я стараюсь ходить в магазин так масштабно, чтобы сразу затариться и потом больше не думать о еде. Сразу скажу, что кроме всего того, что я купила, у меня есть еще макароны, кускус, всякие крупы, рис и так далее. Это то, что у меня всегда в моих скаферий, то, что называется по-шведски, в таких шкафах, вот в таких, в общем, вы поняли. Вот, и поэтому сегодня я купила то, что прям вот постоянно мне нужно. Репчатый лук. Авокадо. Всегда беру 2, и если они немножко неспелые, как вот есть, то я их просто кладу рядом с бананами на пару дней, и они поспевают гораздо быстрее. Бананы мне нужны для завтрака. Я каждое утро уже 8-8,5 лет ем овсяную кашу на завтрак по будням, и она всегда с бананами. Опять же, я у себя в инстаграме периодически показываю, что я ем на завтрак и как мой завтрак выглядит, так что можете подписаться на мой инстаграм, чтобы посмотреть, что я ем на завтрак. Помидоры. Замороженные овощи, это брокколи и вот эти вот, и стручки. Почему беру замороженные? Потому что это быстрее, чем брать свежие и потом разделывать, варить и так далее. Сливки для приготовления еды. Сметана. Масло. Обычное, стандартное масло для бутербродов, если я ем хлеб с авокадо или с чем-то еще. Сыр мягкий. Это что-то вроде бри. Всегда у меня есть дома. Мороженое. Апельсиновый сок. Я знаю, что это не очень полезно, но иногда я покупаю апельсиновый сок просто на выходных, чтобы на завтраке пить вместе с моим обычным завтраком выходного дня. Это творог. Это такой творог, который называется cottage cheese. Если вы когда-нибудь в европейских магазинах его покупаете, то вы знаете, что это. Это такой рассыпчатый, в принципе, творог. Этот творог я беру, чтобы просто есть как десерт с чем-нибудь, например, с каким-нибудь джемом или с фруктами. Но если я, например, хочу делать сырники, то я иду в польский или в русский магазин и беру нормальный творог, к которому я привыкла. Или я иногда из Эстонии из дома привожу просто килограмм творога и замораживаю его, и потом делаю из него сырники. Кабачки и баклажаны. Вообще, я гораздо больше свежих овощей обычно покупаю летом или осенью, потому что, понятно, это дело это сидит. И я обожаю ходить на разные рынки и покупать овощи там. И я честно скажу, что после того, как я переехала в Стокгольм, я очень страдаю, потому что в мае у нас был огромный потрясающий рынок, куда я ездила каждую неделю и свою велосипедную корзинку просто заваривала овощами. Здесь такого рынка я пока не нашла. Но, кстати, видео про тот рынок я оставлю вам здесь, можете посмотреть. Шоколадка обычная, черная, просто люблю, чтобы у меня было дома что-нибудь такое, маленькая закуска. Это бекон, и это что-то вроде, я не знаю, как это сказать, ну, тоже что-то такое, вроде мяса такого, которое я кладу на бутерброд. Курица. Я впервые, наверное, за тысячу лет купила курицу огромную, потому что я хочу сварить куриный бульон. И пожелайте мне удачи, потому что суп я не варила уже очень много лет. Корица, опять-таки, нужна мне для завтрака. Песто всегда у меня есть в холодильнике, просто потому что иногда, если у меня нет времени готовить что-то особенное, я делаю пасту с песто, тунцом и сыром. Это супер еда, супер быстро, супер бюджетная. То, что я обычно и на работу тоже с собой беру, например. Ещё пара вещей, которые у меня всегда есть, это соус, что-то вроде вот такого, это тика масала соус. Это айвар. Такая вещь, вы знаете, это как просто разные овощи. Это здесь, например, 84% паприки, баклажан, масло, чеснок, чили. И здесь это как такой, знаете, тоже соус своеобразный для еды. Я люблю такие штуки. Это просто томаты в банке и томатная паста. Это просто такие вещи, которые всегда нужны мне дома, мне кажется. Если вдруг нужно, всё совсем закончилось, нужно быстро приготовить, то, опять же, с помидорами можно сделать пасту или что-то такое. И две банки маиса, опять же, по той же причине я всегда храню. Подсолнечное масло, самое обыкновенное. Сыр. Греческий сыр. Салатный сыр, греческий сыр, я не знаю, все называют его по-разному. Зелень. Обязательно всегда стараюсь иметь руку у дома и такой вот салатик, чтобы... Так, опять же. Либо с бутербродом, либо просто салат, как салат. Немножко картошки купила для супа. Обычно я, кстати, дома не ем картошку и не готовлю себе. И просто картошка отменяет мне очень не самый полезный овощ, и я чувствую тяжесть в желудке после картошки. Поэтому я её если ем, то вот только если когда хожу в какие-нибудь рестораны или в кафе, но дома. И, правда говоря, мне даже лень её чистить и варить, поэтому дома я картофель особенно не ем. Дайджестив просто мое любимое печенье. На самом деле моя любимая версия, она с шоколадом идёт. Но в этом раз не было шоколадного печенья такого. Это немножко чем-то похоже на российские печеньки юбилейные, которые я обожаю. И поэтому, так как сейчас у меня их запасы уже закончились, я беру обычные печеньки. Ватные подушечки. Сухофрукты. Это то, что я взяла за привычку брать с собой на работу, потому что я постоянно там ем какие-нибудь шоколадки, конфетки и прочую дрянь. И это очень сказывается на моей коже. Поэтому недавно я уже отнесла коробку вот такую вот с финиками на работу. Я, кстати, обожаю вот эти коробки покупать, потому что я стараюсь всегда их брать по скидке. Они стоят от 3-3,5 евро. Иногда с 2,5 нахожу по-разному. И вот здесь 600 грамм. И они очень свежие. Они прямо вот такие свеженькие, мягенькие и красивенькие. Тут даже какой-то флайр мне получили. Ну, в общем, я их просто обожаю. И в этот раз я ещё взяла курагу. И вот эти штучки, которые я забыла, как они по-русски называются. Фейкон. Инжир. Инжир, я вспомнила. Мацарала. И зелёный лук. Напоследок. На салатик. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там ещё больше моего домашнего уюта. И я сама так люблю все свои сторис, которые я выкладываю. Поэтому просто подписывайтесь, присоединяйтесь. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok